Привет! Классный солнечный свет. Решила не упустить такую возможность и сделать еще одно видео про в этот раз почему художнику нужен псевдоним. Итак, сейчас такое время, что все перевернулось вверх дном. Никто не понимает, что хорошо, что плохо. Любое движение, то, которое тебе кажется хорошим и правильным, может обернуться против тебя. А карьера художника как таковая, она связана с тем, что ты постоянно нарушаешь какие-то границы. Иначе твое творчество просто не интересно. Ты можешь разрабатывать какие угодно темы, визуальные методы и так далее. Ты можешь работать на границе этики, эстетики. Но может оказаться так, что завтра тебя обвинят во всех грехах. Ты этого даже не подозреваешь. Тебе могут сказать, что называть окраины эстетикой ебеней это плохо. Тебе могут дать штраф за какие-то высказывания. На тебя могут обидеться религиозные сообщества, собаководы, цыгане, мужчины, женщины, трансгендеры и так далее. На тебя может обидеться кто угодно. Но в том числе государства, компании и всякие разные сообщества. Тебе нужно всегда предостерегаться от этих вещей. И поэтому нужно четко разделять свою собственную идентичность и то, что ты делаешь. То есть вот есть ты, человек, который зарегистрирован в паспорте. И есть то, что ты делаешь как искусство. Был такой поэт Франсуа Писсо из Лиссабона. Он создал, по-моему, около 20 разных альтер-эго. И это не было шизофренией. Это было очень продуманным, очень четким методом. Каждый, он подписывал свои работы разными именами. И каждое из его имен, оно обладало каким-то характером, каким-то стилем. И таким образом, беря псевдоним для своих работ, ты разделяешь как бы свою личность и свое альтер-эго. Это как создать некое общество с ограниченной ответственностью. Те работы, которые ты создаешь, это создаешь не ты. Это создается твое придуманное авторское я. И таким образом, у тебя появляется свобода говорить о всем чем угодно. О каких-то интимных вещах, о вещах политических. Да вообще о чем угодно. Ты просто... Может быть то, что ты в детском садике отказывался есть манную кашу. И сообщив об этом в одном из своих произведений, ты таким образом подвергаешь себе угрозе. Потому что завтра люди, которые не едят манную кашу в детском саду, будут объявлены предателями Родины. Вот. Таким образом, искусство должно быть обязательно отделено от персонажа, который его создает. И у тебя есть свобода. Ты можешь быть свободен покинуть это искусство, когда ты захочешь. Ты можешь сказать, что тебе перестало интересно заниматься этим направлением. Ты вообще никому ничего не обязан. И ты можешь создать прекрасное... прекрасное портфолио, прекрасный веб-сайт. И оставить его просто жить своей жизнью. Своё художественное я, художественное эго. И в какой-то момент тебе напишут... У меня есть знакомый, его зовут Дивин Путан. Это как бы божественная Путана. И он занимается театральными шоу с переодеваниями в женщину, с протыканиями себя всякими инструментами хирургическими, подвешиваниями себя, распинаниями себя и так далее. И при этом в обычной жизни, естественно, он никому не говорит, что он Дивин Путан. Он скульптор, у которого есть еще одно имя. И таким образом ты позволяешь себе жить многими-многими жизнями. Это дает удивительную свободу, раскрепощенность. Ты не боишься, что тебя там завтра возьмут за жопу и скажут, мы не дадим тебе грант, потому что ты занимался вот такими вот нелицеприятными вещами. И даже если ты говоришь, что тебе нечего бояться, может быть, у тебя просто некрасивая фамилия или слишком обычная. Вот я, например, специально себе взяла такой псевдоним Ирина Попова. Мне он понравился, потому что я могла бы быть Анна Смирнова или Олеся Соколова. И это было бы примерно то же самое, как ты. Я не выдающаяся, я одна из многих, я часть толпы. И в этом я нахожу интересность, в этом я нахожу возможность развития. Сейчас мне стало неинтересно заниматься этим развитием, этого имени. Мне кажется, оно пришло в тупик. Я беру себе новое. Я покидаю, как Тулуз Латрек покидал свои квартиры съемные, когда они заполнялись всяким бардаком, мусором и так далее. Вместо того, чтобы их чистить, да, он их просто съезжал, переезжал на новую. Вот. И также в Индии, кстати, принято очень многие люди там берут псевдонимы. Каждый раз, когда у них начинается новая фаза жизни, они берут себе новое имя. Мой знакомый индийский художник взял для своих выставок имя своей бабушки. И под этим именем он взял, подвесил там мертвого верблюда к потолку, да, еще что-то сделал. И при этом он чувствовал свободу, он никому ничего не обязан. Если это провал, то это не его провал, это провал одного из его альтер-эго. У меня все на сегодня. Пока.